Добрый день. Вашему Куманю новости на Хабар 24. В студии работает наш патрон. Касым Жамартука высказался об актах сожжения Курана в некоторых странах Северной Европы. Президент считает эти действия непозволительной провокацией, которая нагнетает напряженность в мире и подрывает доверие между народами и государствами. По его мнению, случаев религиозного вандализма становится все больше. Безответственное поведение граждан некоторых стран должно быть единодушно осуждено. Такие акции идут вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий. Своё веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН, подчеркнул президент. Касым Жамартукаев также отметил, что Казахстан – инициатор проведения съезда лидеров мировых и традиционных религий, которые считаются платформой для диалога между видными представителями различных конфессий. Снизить теневой оборот в торговле до 5% намерены в Казахстане. Правительство страны утвердило специальный комплексный план мероприятий по борьбе с теневой экономикой на предстоящие два года. При этом серый оборот будут снижать и в сфере транспорта, а также складирование. В комплексном плане обозначены мероприятия по защите населения от нелегального бизнеса. Кабмин планирует повысить качество таможенных досмотров и оптимизировать их, а налоговое администрирование усовершенствовать. Кроме того, власти страны обещают обеспечить эффективную конкуренцию и распределение бюджета. Жертв финансовой пирамиды SunSayer System Group еще ищет Департамент экономических расследований Алматы. В отношении представителей компаний начато расследование. Их подозревают в создании и руководстве финпирамидой. Сообщается, что своим вкладчикам они обещали высокую доходность до 8% в месяц и более 70% в год. При этом минимально нужно было вложить 100 долларов, а за каждого нового привлеченного клиента компания гарантировала доход в размере 5% от суммы. Но им не предоставляли какие-либо подтверждающие документы. Вложения отображались в личном кабинете вкладчиков в цифровом формате. Более того, их нельзя было снять. Агентство по финмониторингу просит пострадавших от деятельности компании S-Group обращаться в Департамент экономических расследований Алматы или в колл-центр агентства по финансовому мониторингу. Казахстан модернизирует все пункты пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза. Завершить ремонт планируют до конца следующего года. Это позволит увеличить пропускную способность с 1 до 8 тысяч автомобилей в сутки. А вот процесс оформления грузов наоборот сократится и вместо двух часов будет занимать всего 25 минут. Реконструкцию продолжают на 10 контрольных пропускных пунктах. По данным Комитета государственных доходов, с начала года на рубежах страны провели большую работу по внедрению электронной очереди и цифровизации процесса декларирования товаров. Все это, по словам специалистов, дает положительные результаты. В результате проведенной работы по увеличению товарооборота и совершенству таможенного администрирования за первое полугодие 2023 года объем таможенных платежей государственный бюджет Республики Казахстан после распределения между странами ЕС достиг 1,9 трлн тенге, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, хотелось бы отметить, НДС на импорт поступило 890 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 71%. Казахстан поднялся из группы Б в группу стран-лидеров А по оценке индекса зрелости ГОВТЭЧ. Он измеряет показатели по четырем направлениям основные государственные системы, предоставление госуслуг, вовлеченность цифровых граждан и поддержка государственных технологий. По индексу цифровизации государственных услуг Казахстан на шестом месте среди 198 стран, а также на 28-м в глобальном рейтинге развития электронного правительства ООН. Казахстан прогрессирует и в области онлайн-услуг, поднявшись с 11 на 8 место и входит в топ-10 стран по предоставлению онлайн-сервисов. В этом списке находятся также страны-лидеры в сфере электронного правительства, такие как Эстония, Финляндия, Южная Корея, Дания, Сингапур, Новой Зеландии, Австралия, США и Япония. Шесть семей поселка Ахбулах Бурлинского района Западно-Казахстанской области отметили новоселье. В ближайшие дни новые просторные дома сдадут и в селах Аралтал, Кентубек и Пугачева. Жилье для пострадавших от весенних паводков возвели за рекордные три месяца. Все подробности у Альбины Кумаргалеевой. Эта весна стала для жителей поселка Ахбулах испытанием на прочность. В марте этого года здесь объявили режим ЧС природного характера. На водохранилищах тогда прорвало дамбы. Только в Ахбулахе большая вода полностью разрушила пять домов. В тот день талые воды буквально смыли дом Ольги Политовой. Схватить успели только документы, вспоминает сельчанка. Несколько месяцев она жила у дочери. Спасибо за дом. Старый штыком доме провести. Есть теперь кому, куда приехать, внукам. Большая территория, вместе все поместятся. На воселье в Ахбулахе отпраздновали еще пять семей. Просторный дом площадью более 80 квадратных метров стал для большой семьи Даулетовых настоящим подарком. Тот день мы вспоминаем как страшный сон. Самое главное обошлось без жертв. Местные власти нас не оставили в беде. С первых дней оказывали поддержку и помощь. Сегодня для нас самый радостный день. Наш новый дом большой и светлый. В целом Бурлинском районе весенними паводками подтопило 175 домов. По словам местных властей, 16 из них не подлежали восстановлению. Уже через месяц в селах Акбулак, Аралтал, Кентубек и Пугачева начали строительные работы. На данный момент строительство продолжается. Возводим пять домов в Кентубекском сельском округе, четыре дома в Пугачевском сельском округе и один дом в поселке Аралтал. Все работы выполнены на 95%. Планируем завершить до 10 августа. В селах, находящихся в зоне риска, местные власти планируют построить дамбы. Восстанавливают инженерную защиту в селе Козылтал. Стоимость проекта 245 миллионов тенге. Вместе с тем разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство дамбы в поселке Аралтал. Альбина Кумаргалеева, Булат Жералгасов, Ильдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. Автозаправка загорелась в Викибастузе. По данным ЧС Павлодарской области, одновременно горели четыре цистерны. Пламя перекинулось на соседний продуктовый магазин. Пожарные выстроили защиту соседних зданий и локализовали возгорание. Тушение продолжается. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Причины пожара выясняются. В Турции, где сейчас бушуют пожары, находятся около 18 тысяч казахстанцев, сообщили в Казахстанской туристической ассоциации. Половина из них отдыхают в Кемере. Именно этот регион у наших соотечественников пользуется большим спросом. Особенно в июле и августе. Возвращаться на родину раньше казахстанцы не планируют, рассказали в фонде туристок Камкор. Принимающая сторона сообщила, что большинство очагов возгорания находятся в горах, которые отделяют от отелей большой автострады. Поэтому опасность, что пламя перекинется на курорт, исключена. Сегодня мы опять разговаривали. Они сообщили нам, что ситуация упростилась, стала лучше. Количество площадь, которая попала под пожары, сократилось. И сейчас уже не представляет опасности. Они говорят, что пока ничего не портит им отдых, кроме жужжания самолетов, вертолетов, которые все время над ними пролетают. И создается вот такая немножко нервозная обстановка, но тем не менее отдыхать это не мешает. Тем временем в Кемере в Турции огонь приблизился к курортной зоне Кемер. В нескольких отелях возникли перебои с электричеством в целях безопасности эвакуированы пациенты, государственные больницы и жители населенных пунктов, расположенных вблизи горящих лесных массивов. В тушении пожаров задействованы уже 24 самолета, 100 вертолетов, а также 25 тысяч пожарных. О пострадавших не сообщается. В Казахстанской туристической ассоциации сообщили, что всего в Турции сейчас находится порядка 18 тысяч казахстанцев, половина из них в Кемере. Этот регион у наших соотечественников пользуется большим спросом, особенно в июле и августе. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов. На корабле, идущем из Панамы, находились 23 члена экипажа. Из них несколько прыгнули за борт и были спасены силами береговой охраны. Остальных также эвакуировали. Сообщается, что судно перевозило около 3000 автомобилей. Предварительная причина пожара на судне – возгорание электромобиля. На судне было 25 авто. Лесные пожары вспыхнули недалеко от портового города Латакия в Сирии. Причиной стала жара и пересохшая земля. Сообщается, что температура в некоторых районах достигает 40 градусов. По прогнозам, неустойчивые осадки и высокая температура воздуха являются последствиями изменения климата. Экстремальная погода в июле вызвала хаос по всей планете. Рекордные температуры в Китае, США и Южной Европе вызвали лесные пожары. Нехватку воды и рост числа госпитализаций, связанных с жарой. Аномальная жара стоит в Тунисе. В некоторых городах страны столбики термометров достигли рекордной отметки в 49 градусов. Люди спасаются от такой погоды на море. На пляжах нет свободных мест. В это время в северо-западном регионе страны бушует лесной пожар. Не исключено, что придется эвакуировать около 2500 человек. В опасных районах объявлено чрезвычайное положение. Жители призвали быть осторожными. Эксперты говорят, что в ближайшие дни жара не спадет. Тайфун Даксури обрушился на северную часть Филиппина. Один человек погиб. Метеорологическая служба островного государства назвала его мощным, опасным для жизни штормом. Стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 175 км в час. Тысячи людей остались без электричества. В зоне бедствия оказались свыше 11 тысяч человек. Местные власти предупреждают об угрозе внезапных наводнений, оползнях и повреждении инфраструктуры. Жители Пакистана борются с сильным наводнением. Затоплены несколько деревень в провинции Пинджаб. Там в результате муссонных ливней реки вышли из берегов. Местные власти вынуждены передвигаться на лодках. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней дожди будут идти в нескольких провинциях, в том числе Белуджистан, Верхний Синд и Пинджаб. В прошлом году из-за сильных осадков погибли посевы, пострадала инфраструктура. Кроме того, жертвами стали 1700 человек. Эквадор объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны. Оно будет действовать в течение 60 дней. Режим ввели после того, как накануне в тюрьме Литараль вспыхнули беспорядки. Как минимум 6 человек погибли и 11 получили ранения. Люди из близрасположенных жилых районов слышали выстрелы и взрывы. В колонию мобилизовали военных, чтобы восстановить контроль. Тем временем заключенные в 13 других тюрьмах объявили голодовку, требуя в том числе улучшения санитарных условий и питания. Отмечу Литараль, крупнейшая и самая опасная тюрьма в Эквадоре. Два года назад во время массовой драки погибли 119 заключенных. Сейчас там отбывают наказание больше 3000 преступников. В Грузии по статистике жертвами насилия чаще всего становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. И количество таких преступлений из года в год только растет. Кроме того, все чаще за убийства судят мужей и партнеров. Чем вызвана такая жестокость, выясняла Юлия Тужилкина. Каждая седьмая грузинка подвергалась насилию со стороны мужа или партнера. Таковы данные масштабного исследования 2018 года. И печальная статистика растет. За три месяца с начала года в Грузии зарегистрировали 207 случаев насилия в отношении женщин. В Грузии участились случаи более тяжелого насилия против женщин – фемицида. Также распространено сексуальное насилие. В целом по стране есть увеличение этой статистики. В качестве превентивных мер неправительственные организации проводят информационные встречи с женщинами. Мы учим их правам поведению в конкретных ситуациях при насилии. Куда им обращаться и что делать. Государственные организации тоже информируют. Но эта работа проводится нечасто. В этом году чаще регистрировали случаи психологического насилия. Но нередки случаи физического или даже экономического. И одна из причин – архаичные устои страны. На Кавказе зачастую женщины не являются наследниками имущества своих родителей. По традиции все передается сыновьям. И женщина попадает в изначально созависимые отношения с мужем. Эти женщины, которые к нам попадают, в основном они жертвы экономического насилия. То есть очень часто мужчины говорят, что останешься без дома, без крова, детей у тебя отнимут и так далее. И в общем эти женщины очень напуганные, приходят к нам, их просят о спасении. Эти женщины попадают к нам, конечно, в шелтере. Мы очень стараемся, чтобы помочь им развиваться экономически. То есть у нас есть курсы, где они обучаются профессии. И после этого мы им помогаем очень обустраиваться на работе. У каждой женщины, перенесшей насилие, своя история боли и страха. И, как отмечают специалисты, очень редкие случаи, когда мужья или партнеры-насильники осознают свою вину и исправляются. Нане 37 лет. Она рано вышла замуж и сейчас воспитывает троих детей. Несколько лет назад в ее семье произошел неприятный инцидент. Очередная словесная перепалка переросла в конфликт, во время которого муж меня ударил. Из носа пошла кровь. От страха я вызвала полицию. Я не знала законы. Из-за случившегося мужа посадили в тюрьму. А у меня не было места для проживания. И потому я вместе с детьми пошла в приют. Ни в коем случае нельзя ничего терпеть из-за чего-то или из-за кого-то. Советую молодым девушкам не выходить рано замуж. Нана прошла реабилитацию в женском приюте и получила профессию. Сейчас вновь вернулась к мужу и у них все наладилось. Но, к сожалению, по словам специалистов, таких случаев очень мало. Юлия Тужелкина, Шалова, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Члены гильдии актеров вышли на демонстрацию на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Протесты прошли в поддержку американских сценаристов и киноактеров, которые требуют справедливую оплату труда. Также актеры опасаются, что студии будут использовать искусственный интеллект для воспроизведения образов и голосов знаменитостей без их же согласия. Напомню, первыми на забастовку вышли американские сценаристы, а через месяц к ним присоединились и голливудские актеры. За это время протесты прошли в крупнейших городах страны, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Тайваньская армия провела противовоздушные учения в аэропорту Тайваня. На время мероприятий Международный аэропорт приостановил коммерческое авиасообщение. Военные продемонстрировали пути защиты воздушной гавани в случае нападения десантников и вертолетов. Занятия прошли как часть крупнейших ежегодных учений Ханьгуан. Наземные тренировки еще продолжаются. Они направлены на демонстрацию обороноспособностей тайваньских военных сил в случае нападения со стороны Китая. В октябре в этом году заменят 93 устаревших лифта. На это выделили 751 миллион тенге. Но всего в областном центре в модернизации нуждаются почти в три раза больше подъемных механизмов. Их эксплуатируют уже свыше 25 лет. Замена старых и неработающих лифтов проводится с помощью государственной поддержки. Но средства возвратные в ближайшие три года заменят 145 старых устройств. По 93 лифтам на данный момент уже завершены 40 лифтов. В заменах проводятся работы по замене 23 лифта. Соответственно уже до конца месяца данного июля уже мы заменим 63 лифта. По остальным на данный момент проводится работа именно в части получения согласия от жильцов. Именно документальная работа заключения договора. Почти половина мусорных контейнеров столицы пришла в негодность. Им требуется замена. Об этом сообщили представители мусоровывозящей компании. По их словам, срок службы таких емкостей до пяти лет. Но их частые поломки провоцируют утилизация не сортированных и крупногабаритных отходов. Что мешает жителям сортировать мусор и как намерены решать проблему, узнавала Гульдана Калин. Жительница столицы Асель-Куспанова ходит в магазин со своими эко-мешочками для фруктов, овощей и мяса. Полиэтиленовыми пакетами девушка не пользуется. Еще одна полезная эко-привычка – сортировка мусора. Дома у нее несколько контейнеров для пластика, макулатуры и пищевых отходов. У меня полностью отдельное небольшое ведерко. Сюда я выкидываю пищевые полностью отходы. Это кожурки от овощей, фруктов, скорлупа и яиц. Я даже это не выкидываю просто в обычный мусорный контейнер. А я это закапываю уже в парке. Слегка прикопать, присыпать землей – это будет очень хороший компост. То есть этим я даже еще улучшаю качество почвы. Но, как показывает практика, не все казахстанцы готовы сортировать бытовые отходы. Причины разные. Одни ссылаются на отсутствие времени, другие жалуются на нехватку контейнеров для раздельного сбора мусора. Где я живу, у нас не разделяется. Если рядом дома нет разных контейнеров, то в один. А мы не распределяем. Времени нет. У нас работа, дом. Культуру раздельного сбора мусора в столице начали прививать пять лет назад. На контейнерных площадках Астаны появились тогда желтые баки. Они предназначены для металла, пластика, макулатуры, то есть сухих отходов. Все остальное нужно выбрасывать в зеленые емкости. Но даже при таких условиях люди по привычке собирают бытовые отходы в один пакет. Психологи говорят, мало разъяснительной информации. Оттого у людей отсутствует понимание и интерес к проблеме. Весели раньше, когда был ковид, много баннеров. Носи маску, защитишь себя, спасешь своих близких. Прививайся, будет вот такое следствие, эффект этого твоего действия. То же самое, мне кажется, нужно сделать и в этом вопросе, чтобы человек понимал, зачем. Зачем я это делаю? Еще плачевнее ситуация в регионах, говорят экологисты. Сколько бы там ни говорили о важности сортировки мусора, вся работа идет на смарку. По их словам, во многих областных центрах до сих пор отсутствуют контейнеры для раздельного сбора отходов. Это вот самая, наверное, большая проблема, почему у нас в стране очень много мусора, почему у нас очень низкая процентность и показатель переработки. Это из-за того, что не хватает и нет инфраструктур. Ладно, это у нас в Астане есть. И то, вы знаете, не во всех дворах, не при всех жилых комплексах, даже на левом берегу нет этих всех ящиков. Я уже, как бы, что стоит говорить и про другие областные центры, и про города. В стране не хватает и мусороперерабатывающих заводов, говорят защитники экологии. Сейчас твердые бытовые отходы сортируются и перерабатываются только на трех заводах. В Астане, Шамкенте и Женаузене. В среднем казахстанцы ежегодно производят почти 5 миллионов тонн мусора. Вторую жизнь получает только четверть отходов. По прогнозам экспертов, уже через два года в Казахстане объем твердых бытовых отходов увеличится до 8 миллионов тонн в год. Справится ли мусороперерабатывающая отрасль – вопрос большой. Хотя планы перед собой наша страна ставит достаточно смелые. К 2050 году мы должны перерабатывать половину всех отходов. Для Накалиян, Мирам Женусов, Хабар, 24. Казахстанские школьники завоевали четыре медали на 55-й международной олимпиаде по химии в Цюрихе. Победа и золотая медаль у Санжара Бесинали из Астаны. Ренат Илюсизов из Павлодара и Альмира. Нурланова из Актау – серебряные призеры. Абекбулат Мамбербеков из Усть-Каменогорска стал обладателем бронзовой награды. Они оказались лучшими среди 350 школьников, приехавших на интеллектуальные соревнования из 88 стран мира. Менторами казахстанской сборной выступили Азим Аманжолов и Азамат Жаксылыков – многократные победители республиканских и международных олимпиад. Успех на крупных международных олимпиадах даст возможность школьникам получить гранты для обучения в вузах страны на внеконкурсной основе, а также денежные вознаграждения. Обладатель золотой медали получит больше 5 миллионов тенге, серебряный – примерно по 3,5 миллиона и бронзовый – около 2 миллионов тенге. Я думаю, задания очень сильно отличались от прошлых лет, потому что в этом году нам дали 10 задач за 5 часов, когда обычно формат состоит из 8 задач. Но, к счастью, у нас есть задачи для подготовки сильных работ. В принципе, было нормально. То есть они были схожими, поэтому можно было подготовиться заранее. Таков был выпуск к этому часу. До свидания.